История Анатолия Кучинского – не единичный случай. Ему потребовалось сделать рентген в городской больнице 29 на Заболотного. Врачи попросили оплатить услугу в кассе, но вместо квитанции Анатолий получил благодарность от фонда медучреждения. Как обычно бывает, врачи объяснили, что его материальная помощь пойдет на расходный материал и обслуживание поликлиники. Пришел, мне говорят, что надо сделать оплату в кассу 100 гривен, мы с ним их отдадим. Я сделал оплату, думал, это будет чек какой-то, после любой операции оплаты. Они мне дают, написано там благотворительный взнос, спасибо, типа 100 гривен. Я принес, как бы отдал, думаю, такое. Они мне снимок не отдали, показали на экране и дали описание просто на руки. Я пошел к врачу, она это почитала все, назначила лечение, ну через неделю, как бы кашель не уменьшался, но дальше продолжала болеть. Она мне отправила на повторный снимок. Говорит, ну, бывают там ошибки всякие. Я пошел сделать повторный снимок, они мне обратно говорят, 100 рублей, ну 100 гривен. Я говорю, в смысле? Говорю, вы мне просто рады. Говорю, за что? Они говорят, за пленку. Они мне сказали, что не будут делать снимок, потому что, ну, пока я не присутствую квитанцию. Почему 100 гривен, а не 50 или же 40, неясно. По закону, при добровольном благотворительном взносе пациенту должны выдать квитанцию об оплате и проинформировать, куда направляются собранные деньги. Благотворительные организации при медицинских учреждениях законом не запрещены. Если пациент хочет помочь в больнице, то это его выбор, который не должен влиять на оказание медицинских услуг. Такие фонды обязаны отчитываться, на что расходуются собранные средства. Но чаще всего их финансовая отчетность недоступна и весьма непрозрачна. Сейчас я попытаюсь узнать, как городской больнице на Заболотного распоряжаются собранными средствами. Выкручивания рук в лечебных учреждениях на сегодняшний, кстати, по 29 поликлинике у нас нет. У нас ни один пациент заплатил деньги в благотворительный фонд, дал копеечку, не дал копейки. Мы без помощи людей не оставляем никого. Это независимо от того, заплатил, не заплатил, человек получает или анализы ему делает, или рентген делает, или другие процедуры, какими мы располагаем. В основном волнует людей, где мы просим оказать содействие, это на лабораторию, на рентгеновские исследования, то есть там, где нужны расходные материалы. Почему? Нам на сегодняшний день город дает финансирование здравоохранения, городом идет, увеличивается с каждым годом, все больше и больше дают денег. Но денег как не хватало, так и их никогда хватать не будет. Мы решили проверить, как обстоят дела с благотворительными взносами спустя несколько дней. Моя коллега пришла в поликлинику, чтобы сделать флюорографию и посмотреть, будут ли врачи принуждать оплатить взнос. В итоге кассир просит заплатить 50 гривен. После выдает перешок с благодарностью за помощь поликлинике. Без него не дадут результаты обследования. Выясняем, почему. Если можно, я бы хотела отказаться от благотворительного взноса. Я не знаю, как я вас уже записала, я не знаю, как вам отказаться. Ну, а как так получается? Просто вы мне говорили, что это чек, но я пересмотрелась, вышла. Но нет, здесь написано, вот, щиродиакуемо за вздробленный взнос. Просто, насколько я знаю, что здесь можно сделать бесплатную флюорограмму. Когда мне сказали... Почему вы не плачете свою поликлинику? Почему вы у нас требуете? Вы не нашего района. Вообще за прием не нашего района 100 гривен, куда врачи платится благотворительный взнос. 100 гривен. Подождите, но благотворительный взнос, это же добровольный. Вот за то, что мы принимаем вас из другого района, про врачок, вот по этому, такому же бумажке, надо платить 100 гривен. А кто это сказал? Вот так оно, постановление такое. На просьбу выдать чек, подтверждающий услугу, или вернуть деньги, сотрудник поликлиники предложила отдать свои личные. Но, как оказалось, это была просто насмешка. А меня без этой штуки примут завтра в флюорограмме, например? Нет, вас не выдадут. Мне не выдадут без этой карточки благотворительного взноса? Нет. Но это же благотворительный взнос. Ну, я не знаю, как мне их вернуть. Я бы вам вернула. Хотите, я вам свои верну? Ну, мне ваши не нужны, поймите. Я бы вам верну свои, чтобы вы мне не морочили голову. Зачем мне ваши личные деньги? Я ставлю себе эти самые. А вы всем так возвращаете деньги? Ну, вам легче от этого станет. А я вот не дам. Видишь, какая? А я не дам. То есть вы сейчас меня дразните? Дразню. После насмешки кассира подошел сотрудник благотворительного фонда. Это не чек. То есть я не оплачиваю флорограмму, а делаю благотворительный взнос. Так. Вы хотите больше заплатить? Наоборот. Я не хочу делать благотворительный взнос. Я не могу делать благотворительный взнос, когда у меня нет таких денег. А снимок вы сделали? Да. Я готова за него заплатить. Но я плачу не за снимок. Я плачу за взнос добровольный. А где вы живете? На Таирове. А что же вы тогда идите? Я работаю здесь недалеко. Мне удобнее было сюда прийти, потому что я почувствовала, что мне не очень хорошо. Хорошо. Вам же оказали услугу. Но у нас не платная эта услуга. Сколько могут? У вас нет 50? Заплатите 30. После долгих дискуссий моей коллеге удалось получить свои деньги обратно. Но комичность и трагичность всей ситуации в том, что наш агент даже не делала флорографию. Врачи просто взяли деньги без лишних вопросов. Согласно Конституции, медицина должна быть доступной и бесплатной для всех. Широко растиражированная медреформа коснулась пока лишь первичной медпомощи. Для пациентов, которые обращаются по направлению, есть перечень услуг, которые являются бесплатными. Среди них профилактические осмотры, вакцинация, неотложная помощь, оформление справок, ряд анализов и исследований. Но нигде не указано, что без направления нужно оплачивать благотворительный взнос. По факту мы знаем, что у нас есть 49-я статья Конституции, согласно которой у нас медицина не только бесплатна, но и доступна. Но все мы прекрасно понимаем, что несмотря на так называемые медицинские реформы, которые анонсировал Кабмин в том или ином виде исполнения, у нас на местах продолжают пациенты платить за те или иные услуги. Особенно, так как у нас не начались реформы на вторичном уровне оказания медицинской помощи, а это специализированная помощь, это не первичка, где педиатр, семейный врач осматривают первичные осмотры пациента. Это вторичный уровень, специализированная помощь. Она у нас не началась, поэтому, конечно же, ни о каких таких кардинальных преобразований в этой сфере говорить невозможно и не приходится. По словам депутата облсовета, ежегодно благотворительные фонды всех медучреждений региона аккумулируют порядка 100 миллионов гривен. Их деятельность вполне законна. Но, по словам юриста, в случае откровенного вымогательства от людей в белых халатах следует обратиться напрямую к главному врачу и в правоохранительные органы. Если вы пришли в больницу, вам выставляют счет за какую-то услугу. Этот счет соответствует перечню МОЗ, Министерства здравоохранения, как платные услуги. Ну да, вы тогда должны ее проплатить, и после этого вам будет эта услуга оказана. Если же вас просят заплатить какой-либо благотворительный фонд, ну это уже первый звоночек о том, что это побор, что это незаконное требование денег. Потому что благотворительный фонд предполагает сугубо по доброте бескорыстное, безвозмездное дарение денежных средств тем, кто оплачивает взносы. То есть не предполагает предоставление какой-либо последующей услуги. Можно действия квалифицировать по 354 статье, это получение неправомерной выгоды. Это если рядовой врач вымогает оплату благотворительного взноса. Либо же 368 взятка. То есть если вымогательство благотворительного взноса исходит от руководства лечебного заведения. В таком случае это можно квалифицировать как взятка. В рамках новой реформы права и возможности пациентов должны расширяться и защищаться со стороны государства. Но до сих пор работает принцип. Сначала деньги, потом стулья.